Тестовый запуск на новом производстве. Модель гидрошприцер K50UA включает в себя шприц усиленную по мощности для снеков. Порционер на 24 форсунки включает в себя стол под размер сетки нашего производства размер 800 на 500 мм. Оператор нажимая на кнопку подает фарш через форсунки, одновременно по столу с направляющими протягивая сетки под порционера. На них наносится равномерно фарш. В качестве стеллажа использовали стандартную Z-раму для копчения. Для нее сделали переходные фартуха с 43 рядами для сеток. Таким образом на одну классическую раму габаритом размером 200 на 2000 на 1000 укладывается до 86 сеток размером 800 на 500 мм. Что позволяет разместить на раму до 200 кг сырого фарша. Наше оборудование идеально работает на плотных однородных фаршах. Очень важно избежать количества жилок в самом фарше. У клиентов протестировали на существующем по факту. Это перерубленное на мясорубке до 4 мм по фракции свиной фарш без дополнительной подготовки. Все неплохо работает, но в моменте, когда появляются жилки длиной чем больше чем 25-30 мм, а периодически происходят сбои в красивых колбасках. Для идеальной консистенции фарша допускается кутерирование с использованием подмороженного фарша. Если вдруг начинает неравномерно идти в колбаске... Надо убавить сегуды. Нет, значит надо убавить жилочки. Что сделать? Жилочки в самом фарше. Жилка, вот такая жилка, ложится между двумя отверстиями. И начинает латун дольше подкинуть и безбалансируется. Вот видите, есть нюансы. Жилочки есть уже. То есть о чем я говорил? Вот это жилка. А если он кривой, да? Если кривой, это означает, что здесь в форсуночках жила попала одновременно в две трубочки и перекрыла собой движение. У шприца есть регуляция скорости подачи фарша. Путем регулировки на самом оборудовании. Но при этом оператору также нужно синхронизировать под себя оборудование и скорость. Увеличивая протягивание сетки и могут допускаться небольшие разрывы. Когда рука набивается у оператора, разрывы становятся минимальными. Не надо пока. Это уже потом. Один человек здесь. Больше здесь людей на оборудовании не надо. О, не надо. Средняя производительность на таком оборудовании с учетом подачи сеток, загрузки и разгрузки фарша и прочих временных накладных расходов в среднем около 1500 килограмм в рабочую сумму. Аналог 250. А это всего 200. А это 240 без 10. 240 без 240. Я бы сказал, как-то так. Мы парализовали колбасное производство. Быстрее чуть-чуть протягивай. Это уже чистить в любом случае. Это не что, расскажите, а экзотрубки помыльку? А, первый вариант. Если есть воздух, то нет. Выбивается воздух, фарш охраняется. Если как бы пофиг на фарш, у вас как раз пистолет просто идеально подходит. Большая часть фарша откачивается в бункер за счет вакуума обратного кода. Потом то, что остается, вы продуваете либо воздухом, либо водой, как сказал Олег. И дальше это все замачивается на ночь в ванну с раствором своим. Если есть у вас что-нибудь такое. Да, да, да. Это та часть, их в ящик кинуть здесь с растворами. Оно у вас до следующей смены там лежит. То есть просьба теперь сжилкой попробовать. Либо куперирование, то нужно. Долго не могли принять. После окончания фарша в бункере, крышка отводится вместе с порционером. Загружается фарш плотной укладкой. Максимальная трамбовка для минимизации воздуха. И продолжается работа. Максимальная трамбовка для минимизации воздуха. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова